Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Юрьевич Гагаринский. Я работаю уже почти 60 лет в Российском научном центре Курчатовский институт. И в том числе работал тогда, когда произошла очень тяжелая авария. Мы правили ее назвать «катастрофа» на Чернобыльской атомной станции. Это было 30 лет тому назад, 26 апреля 1986 года. Надо сказать сразу вам, что это была не первая тяжелая авария в атомной энергетике мира. До этого была тяжелая авария в Соединенных Штатах Америки на Американской атомной станции. Там вышел из-под контроля реактор, расплавилось топливо, но сохранилось в контейненте, то есть той оболочке, которую конструктора придумали именно для защиты выхода радиации за пределы атомной станции. Но она, конечно, имела огромное влияние на судьбу атомной энергетики. Они стали гораздо более внимательно относиться к безопасности атомных станций. Но, к сожалению, в Советском Союзе к ней относились немножко не так, как следовало бы того. Следовало бы... Было понятно, что с нашими реакторами не может произойти того, что произошло в американском штате. Но, тем не менее, произошло нечто другое и гораздо более страшное. Вышел из-под контроля большой ядерный реактор РБМК. Огромная мощность выделилась вдоль секунды, которая буквально взорвала этот реактор, выбросила из него большое количество материалов, взломала крышку, перевернула все конструкции. И началась огромная утечка радиации в окружающую среду. И тогда началась такая, я бы сказал, война. Это все было как на войне, поверьте мне. Борьба за то, чтобы локализовать последствия этой аварии. Это, в общем, сделать удалось с большим трудом, с огромными затратами сил, с огромным количеством людей, которые этим занимались. Но к ноябрю 1986 года было построено специальное укрытие над реактором, которое предотвратило дальнейшую утечку радиации. И, собственно говоря, это укрытие сейчас стоит, хотя оно было рассчитано на 25 лет, сейчас прошло 30 лет, оно стоит, сейчас на Украине строят другое укрытие, более новое, чтобы продолжить защиту того, что осталось от реактора Чернобыльской АЭС, выбросов от того, чтобы что-то выходило в окружающую среду. Но за эти 30 лет, конечно, произошло многое, а самое главное – осознание того, насколько это было серьезно, почему это произошло, как сделать так, чтобы этого не было больше. Вот этого, к сожалению, не удалось, потому что сравнительно недавно, 5 лет назад, уже на японской этой станции произошла тяжелая авария. Она, правда, сопровождалась. Началась с того, что там было страшное землетрясение, передвинувшее весь остров Хоккайбе в сторону. После этого волна цунами смыла 20 тысяч человек, в море они погибли. Ну, некоторые атомные станции Японии, которые были не там по бережью, устояли, а вот станция вкусимо не устояла, и там тоже произошла тяжелая авария. То есть у человечества уже теперь большой опыт того, что такое тяжелая авария в ядерной энергетике. Надо вам сразу сказать, что было сильное желание у многих людей закрыть при этом эту энергетику, отказаться от нее под страхом при хаварии. Действительно, последствия были тяжелые. Они, конечно, были тысячекратно преувеличены, так сказать, в сознании людей, в средствах массовой информации. Там не было тысячи жертв. Там погибли люди, те, которые первыми вступили в бой с арестихией, пожарные, служащие станции, работники станции. Погибло там 34 человека. Больше ста человек получили тяжелую лучевую болезнь. Были последствия среди населения. Как потом тщательно изучение медиками было показано, что из того числа раков щитовидной железы, которые бывают у людей и без всяких аварий, процентов 40 именно в этом районе, было связано с последствиями аварии, с тем радиоактивным йогом, который был выброшен в самом начале. Эту аварию в несколько дней. Он потом распался, весь исчез. Но он успел поразить здоровье части людей, находящихся рядом, живущих в окрестностях. Еще было одно тяжелое последствие, которое, как-то сейчас забывают немножко, почти 300 тысяч человек пришлось переселить из этих районов, прилегающих к атомной станции Чернобыльской. Это огромное количество людей. Это огромная трагедия для людей, которые должны бросить свои дома, могилы своих предков и отправиться жить куда-то в другое место, чего им совершенно, естественно, не хотелось. Самое обидное, что потом, когда уже более спокойно, через годы стали анализировать это, выяснилось, что такого массового переселения делать, в общем, было не надо. Можно было обойтись более простыми мерами, завозить чистые продукты к этим людям, завозить чистую воду. И не было необходимости, в общем, такого огромного количества людей переселять. Но, тем не менее, это было сделано. Это тоже тяжелое последствие Чернобыля. Ну, что касается самой энергетики мировой, то можно так даже сказать, что многое изменилось после Чернобыля, не только в атомной энергетике. Почти сразу после аварии начался бурный рост ветроустановок в мире ветряных станций. И это тоже последствия Чернобыля. И сейчас ветровая энергетика довольно сильно развивается в мире, продолжает развиваться. Вот такой результат. Что касается самой атомной энергетики, то еще раз повторюсь, несмотря на то, что были желания ее закрыть, она не была закрыта. Только некоторые страны отказались от ее использования. Довольно ограниченное число стран. После аварии на Чернобыльской станции это была Италия, это была Польша, которая еще и начинала строить, только собиралась. После, кстати, Фукусимской аварии, уже последней, через 5 лет тому назад, бывшей Германия решила закрыть постепенно свою атомную энергетику, там, к 22-му году. Но, тем не менее, атомные станции в мире строятся. Строятся они и в нашей с вами стране. И, конечно, огромные усилия были предложены к тому, чтобы учесть уроки Чернобыля. Собственно, этот реактор РБМК сделать так, чтобы на нем невозможно было, такая авария оказалась не так уж и сложной. В общем, те меры, которые были приняты в первый же год после аварии, они полностью исключили возможность этой аварии. И не такими же они были. Безумно дорогостоящими. Просто надо было знать, что делать. А до аварии, к сожалению, не знали о том, что такой страшный сценарий может реализоваться. Это один из уроков Чернобыля. Конечно, и по всем другим проектам, по всем другим направлениям атомной энергетики были приняты огромные усилия, чтобы изменить подходы. Самое главное – внедрить культуру безопасности, понимание того, что безопасность – это самое главное в атомной энергетике, что это номер один, а все остальное уже втаично. И это удалось. Многое сделано было на международном уровне. Сразу поднялось международное сотрудничество на новый уровень после Чернобыля. Ну вот один вам такой пример в нашем родном институте, вот в моем, Курчатовском, был проделан уникальный эксперимент, где смоделировано просто расплавление ядерного топлива. То есть его нагревали до температуры 3000 градусов, расплавляли, следили, что с ним происходит, как оно оседает, как оно ведет себя. Этот эксперимент проводили 16 стран мира, финансировали его и участвовали в нем. Но возможности Курчатовского института были таковы, что можно было сделать его на нашей площадке. Он был сделан и положен в копилку безопасности. И в том числе после этого эксперимента была придумана такая специальная система под названием «Ловушка активной зоны». То есть некоторое устройство, которое опускается под ядерный реактор и защищает его от такой фантастической аварии. Если топливо ядерное расплавится, то оно попадет в ловушку и там будет локализовано. Это один из многих примеров того, что было сделано по безопасности атомных станций. Ну и я бы сказал, что вообще отношение к ядерной энергетике после этого довольно сильно изменилось. И, конечно, ее стали больше бояться, конечно, к ней стали внимательнее относиться, но и стали учитывать факторы ядерной энергетики более серьезно в деятельности энергетической людей. Хотя, повторяю, ядерная энергетика сейчас не закрывается, как могут некоторые говорить. Существуют страны мира, которые развивают ее огромными темпами. Прежде всего, Китайская Народная Республика, немножко в меньшей степени Южная Корея, но там на третьем месте и мы, Российская Федерация. Хотя мы не так уже спешим с тем, чтобы незумно быстро строить много ядерных блоков, но последовательно строим, строим, пускаем. Вот буквально на днях начался пуск нового блока на Нововоронежской атомной станции, готовится пуск блока на Ростовской атомной станции, готовится на Легенградской атомной станции. То есть, это дело идет. И еще такой интересный факт из человеческой биографии, несмотря ни на какие атомные аварии, многие страны стремятся начать работу по атомной энергетике включиться в этот ядерно-энергетический клуб, и такой поток не иссякает. Ну, например, даже такие страны, которым, казалось бы, совсем это не нужно, мы были бы богатые нефтью, газом, как страны так называемого залива, то есть близне-восточные страны, Саудовская Аравия, скажем, Объединенные Арабские Эмираты. Вот в Объединенных Арабских Эмиратах быстро строится большая атомная станция с помощью корейских инженеров и конструкторов, с помощью корейского дизайна, но мощные атомные станции строятся в богатых нефтью Арабских Эмиратах. И целый ряд стран в Азии, в Латинской Америке, в разных концах мира тоже стремятся к началу развития атомной энергетики. Это создает некие проблемы, надо прямо сказать, потому что для того, чтобы начинать такую деятельность, надо иметь и законы соответствующие, и квалифицированные кадры, и соответствующие инфраструктуры. Это все надо сделать. И мировое сообщество должно внимательно следить, чтобы не бросались в атомную энергетику, как говорится, головой в омут, а относились к этому очень серьезно и внимательно. Ну, что еще можно сказать о развитии атомной энергетики в мире. Может быть, стоит упомянуть, что примерно 90% тех реакторов, которые в мире сейчас действуют, и те, которые на Земле работают, энергию все дают, и те, которые в море дают энергию кораблям, двигающимся на воде под водой. 90% их основаны для своих концепций реакторов с водой под давлением. Это концепция, которая первая развивалась в мире, и у нас она начиналась, называется, в нашей стране это реакторы ВВР, водо-водяные энергетические реакторы, и она сейчас занимает подавляющее место в мире по своему применению, развитию, совершенствию этой концепции. Это, мажал, главная задача для нас, атомщиков. это задача для Курчатовского института, в котором очень большое подразделение, целый ряд подразделений занимается именно этим. Когда мы говорим о будущем, мы считаем, что в атомной энергетике есть будущее. Кстати, очень важно еще то, что атомная энергетика это низкоуглеродная энергетика. Вы, наверное, знаете, что очень много говорят в мире о борьбе за сохранение климата, борьбе с потеплением, с выбросами диоксида углерода, которые приводят к так называемому парниковому эффекту, и наша земля начинает нагреваться, что приводит к катастрофическим последствиям. Не так давно весь мир собирался на огромную конференцию в Париже, принимали решение, как всем миром с этим бороться. Так вот, из низкоуглеродных источников энергии это вот ветровая, которую я упоминал, солнечная энергетика, которая тоже развивается, но которая, конечно, пока далеко остается от атомной, и вот атомная энергетика. Поэтому интерес к ней будет сохраняться, а раз так, то надо беспокоиться о ресурсной базе атомной энергетики. У нее, на самом деле, огромная ресурсная база, просто надо подключать к ней те изотопы, которые сегодня в цепной реакции практически не используются, изотопа Урана-238, Тория-232. Это целая большая программа, называется она «Замыканием ядерного топливного цикла». Весь мир ей интересуется, но я бы сказал, что Россия здесь в первых рядах, и очень много сил этим уделяют, уделяем, строятся новые производства в Сибири, в Красноярске, прежде всего, в Красноярском комбинате. В общем, это целая большая программа, тоже ей занимается и Курчатовский институт, и целый ряд организаций, корпораций, государственной корпорацией «РусАтом», которая ответственна за атомную энергетику перед страной. В заключение еще хочу сказать, что радиации не надо бояться, надо относиться к ней вдумчиво и с пониманием. То есть, когда вам говорят, что вот ничтожная доля радиации, которая, она окружает нас с вами и все человечество за все, весь период, как человек жив, он существует в море радиации, весь вопрос в том, сколько ее. Вот когда вы видите приборы дозиметрические на Курчатовском институте, которые показывают какие-нибудь 10 микроленинген в час, это означает, что все нормально, это тот фон, в котором мы живем, и не будет, он нам бы стало гораздо хуже. Так что не бойтесь радиации, но относитесь к ней с уважением, как и к любым другим вещам, которые в малых дозах могут быть полезны и не вредны, а в больших опасны. Успехов вам! Спасибо за внимание! Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok